Всем привет! Сотрудничество автомобильных компаний при разработке и выпуске новых моделей явление отнюдь не новое, а в случае с коммерческой техникой и вовсе очень распространенное. Приводить вам эти примеры я, пожалуй, не буду, вы сами их неплохо знаете. Давайте-ка лучше перейдем к тесту нашей сегодняшней новинки – Citroёn Space Tourer. Он появился весной 2016 года и стал плодом сотрудничества французского концерна PSA и японской Toyota, которая заменила в этой кооперации бренд Fiat. Как и положено коммерческой технике, новинка получила два исполнения – более утилитарная Jumpy Combi и комфортная пассажирская Space Tourer. Однако в любом случае основой для модели служит модульная платформа EMP2, причем с задней многорычажной подвеской. А вот длину можно выбирать для Jumpy Combi из трех вариантов – это 4,6 метра, 4,95 и целых 5,3. А вот для Space Tourer для нашего рынка предложены только два варианта длины – это, соответственно, 4,95 и 5,3. И в последнем случае, где 5,3 метра, вот здесь вот корма будет немного увеличена. Таким образом, чуть больше будет и сам задний свес. Ну, а в нашем исполнении L2, как видите, его практически нет. Но замечу, что и в L2, и в L3 колесная база будет одинаковой – 3,28. Компоновка таких минивэнов традиционна, но здесь переднюю часть сделали массивной и довольно высокой, отчего вид у автомобиля получился весьма коренастый. Однако при этом Space Tourer воспринимается даже меньше, чем есть на самом деле, хотя по габаритам вполне сопоставим с основными конкурентами. Что касается цены комплектации, то ценовая вилка на Jumpy Combi составляет от 25,900 до 29,800 долларов, а на Space Tourer – от 30,700 до 34,450. Силовой агрегат пока доступен только один – это двухлитровый дизель. Зато коробки передач можно выбирать. Это либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат классической конструкции, как на тестовом автомобиле. Зато список дополнительного оборудования весьма и весьма широк. И мне даже жаль, что на данном экземпляре установлена лишь малая его часть. Ну и самой важной из опций я бы, пожалуй, назвал двухзонный климат-контроль вместо стандартного кондиционера плюс дополнительный кондиционер для задних пассажирских рядов. Но и эти опции немного подняли цену автомобиля. Если стартовый прайс на такой вот экземпляр составляет 32,600, то в данном случае конкретно этот автомобиль потянет на 35,400 долларов США. Первое впечатление в салоне создает вот эта ровная и высокая передняя панель. Отчего у меня складывалось ощущение, по крайней мере, первые несколько дней теста, что я сижу за ней, словно за каким-то укрытием. Поэтому при росте 1,82 м мне было комфортнее все же немного поднять водительское кресло. Зато посадка здесь в целом ближе к легковой, чем к минивэновской, и это, я считаю, более удобно. И вот такая высокая торпеда не пошла на пользу обзорности. Вкупе с широкими передними стойками и мелкими наружными зеркалами у нас получается не очень позитивная картина. То есть по обзорности я бы поставил, ну, наверное, 3 из 5 баллов. К тому же салонное центральное зеркало, оно тоже картинки хорошие не дает, потому что у нас здесь 8 подголовников, и все они как частокол перекрывают картину обзора. Если у вас полный салон пассажиров, то считайте салонное зеркало фактически бесполезно. Что касается удобства посадки на водительском месте, то здесь весомый вклад вносит комфортное, собственно, водительское кресло с длинной подушкой и хорошей боковой поддержкой. Для любой поездки, а особенно дальней, самое оно. К тому же хороший диапазон регулировки руля по высоте, по углу наклона и по глубине, не тесный педальный узел и, как говорится, подлокотник в подарок. Что касается вот этого опционального диванчика, то одному пассажиру на нем будет весьма комфортно. Но если здесь сядут двое, то среднему придется тесновато. Опять же, вот эта выступающая часть не даст ему расположиться свободно. К слову, передний мини-диван регулировки по углу наклона спинки не имеет. А вот ниш кармашков и боксов в передней части салона хватает с избытком, и рассчитаны они на мелочевку разных размеров. Понравилось и простое, и лаконичное оформление селектора автомата. Впервые мы встретились с таким решением на Berlingo Multispace. Данная аудиосистема на 4 динамика является базовой. Кстати, звучит она неплохо. Но за доплату вы можете заказать сюда и систему с сенсорным экраном, и полноценную мультимедиу с сенсором и с GPS-навигацией. Под ней у нас блок климат-контроля. И вот он-то мне эргономически не понравился. Во-первых, из-за мелкого и отрицательно наклоненного экранчика. Во-вторых, из-за слегка хаотичного расположения кнопок. Тем более, часть из них для меня перекрываются рулевым колесом. Зато с места водителя я могу управлять климатом и в пассажирской части салона. Сейчас мы к этому доберемся. Пока же скажу вам, что вот здесь, вот внизу, у нас целая линейка. И причем из этой линейки не все кнопки заняты. Есть и заглушки. Но вот те, что заняты, интересен, например, подогрев зоны щеток стеклоочистителей. И он частично заходит на переднюю стойку. Зимой будет полезно. Датчик давления в шинах, ну и система стабилизации. Это к чему? К тому, что опций, как вы понимаете, здесь может быть немало. Ну что, теперь пошли к пассажирам. В нашем распоряжении только одна сдвижная дверь. Но за доплату можно заказать и вторую, и даже оснастить обе электроприводом. Итак, примеряемся. Ну, вот здесь за передним пассажиром я сейчас устроился. В принципе, ногам не тесно. То есть, есть небольшой запас по коленям. И для ступней тоже место предусмотрели. Что касается самого сидения, поднимаем подголовник и вполне комфортно сижу. Теперь сдвигаюсь дальше. И вот здесь будет несколько просторнее. Потому что, ну, в данном случае я сижу сам за собой. И при такой посадке здесь ногам просторнее. Что касается внутренней отделки, то здесь для Space Tourer, в отличие от Jumpy Combi, предусмотрена дополнительная внутренняя обшивка. Как вы видите, а точнее не видите голого железа. Соответственно, его здесь нет. И улучшенная шумоизоляция. Ну, вот здесь как раз эта секция под вторую сдвижную дверь. А еще в качестве бонуса у меня тут есть прикуриватель разрядка на 12 вольт. И даже пару подстаканников. Так, теперь я выхожу и иду на третий ряд. Для этого делаем... Ну, можно сложить либо спинку и потом сделать вот так вот. Чтобы было удобнее. Либо сразу же откинуть сидение. Вуаля! Ну, здесь вот по простору для ног та же самая картина. Вот ровно столько же, ровно те же три пальца. И точно так же я устраиваюсь вот за вторым рядом сидений. Что ж, вполне неплохо. По высоте. По высоте не жмет. Тоже есть небольшое пространство над головой. И здесь, и вот здесь вот по краям будет даже несколько комфортнее. Потому что есть небольшой подлокотник. И вот как-то уютнее себя здесь чувствую. И опять же, прикуриватель под зарядка. То есть, если что, какую-то мобильную электронику можно подзарядить или запитаться отсюда. Теперь смотрим, как мы можем трансформировать наш салон, если нужно перевести больше грузов. Итак, складываем таким вот образом спинку. Первый прием. Тянем за красный рычаг. Откидываем сидение уже в это положение. И дальше вот здесь вот есть два серых рычажка. Мы их отщелкиваем вот таким образом. И уже это сидение, брюки превращаются в элегантные шорты. Я могу вытащить. Точно таким образом вытаскивается вот это сидение и задний ряд. Ну и обратите внимание, исполнение у нас 2 к 3 и 1 к 3. То есть, можно варьировать. И это является штатное исполнение для нашей версии Space Tourer. Ну и само кресло, кстати, не такое уже тяжелое. То есть, в принципе, при необходимости демонтировать салон можно и самому. Да, это будет не очень комфортно. Но если уж надо, так надо. Ну и как обещал, пару слов о кондиционере. Вот здесь у нас регулируется температура. Вот здесь сила обдува. Ну и, соответственно, если водитель включает кондиционер, то воздух будет кондиционированный. Если нет, то просто задаете температуру. Правда, авторежима здесь нет. Ну и 6 дефлекторов по потолку плюс горизонтальные дефлекторы по бокам. Почему я отдельно выделяю эту опцию? Потому что вопрос создания климата вот в этой части салона, он немаловажный. Форточек у нас здесь нет, поэтому летом будет жарко, зимой холодно. И вот эту штуку я бы назвал must-have. В багажник у нас ведет одна сплошная дверь. То есть, на минивенах она получается очень массивная. Я бы предпочел распашную концепцию. Ну да ладно. Здесь, казалось бы, объема немного, но навскидку, перемерив вот это вот пространство до воображаемой полки, кстати, почему-то здесь нет полки, у нас получилось примерно 450 литров объема. Но, если надо увеличить, это, как вы видите, не проблема. Опять же, таким вот образом, как я сложил те сидения, складываются вот эти. Или просто складываются чуть вперед, да, или мы их вынимаем и получаем уже такую грузовую площадку. Но, есть маленький нюанс. Например, ну это как мерило современных минивенов, то входит ли сюда Европолета. Так вот, если мы сейчас перемеряем расстояние между вот этой декоративной пластиковой обшивкой, вот здесь у нас получится метр семнадцать. То есть, Европолета в Space Tourer не войдет. Но, с другой стороны, не очень-то и надо, потому что для Европолета у нас есть Jumpy Combi. И тот, кто собирается ввозить больше груза, нежели пассажиров, явно выберет его. И вот между колесными арками, вот здесь они у нас зашиты, получается даже вот в такой обшивке метр двадцать два. То есть, в Jumpy Combi палета входит свободно. Но, с другой стороны, если нужно что-то перевести, то, пожалуйста, эти коврики мы убираем. А здесь под ними у нас довольно прочное и, по сути дела, износостойкое покрытие, то есть, которое ничего не боится, на которое можно грузить, по нему можно смело ходить и так далее. Ну, в принципе, все, можно закрывать. Но, опять же, закрывать не совсем удобно. А, кстати, немаловажный момент. А где у нас запаска? Ну, или хотя бы докатка? Вот здесь она прячется. То есть, специальная вот такая конструкция там предусмотрена, которая вот здесь открывается, выкручивается, ну и так далее. Придется, конечно, немножко поморочиться, но, слава богу, что она предусмотрена. Закрываем нашу калитку. Опять же, это делать не совсем удобно, потому что нужно, вот эти одни руками, у нас грохот. Ну, да ладно. Ну, и немаловажный момент перед поездкой заключается он в том, что, дабы управлять таким, казалось бы, немаленьким и вместительным минивеном, достаточно легковой категории B. То есть, это автомобили массой до 3,5 тонн, у Citroёна 3,1, и вместительностью 9 человек, включая меня, то есть водителя. Ну что ж, поехали. Но, все же, адаптироваться вам придется. В первую очередь, как я уже говорил, из-за обзорности. Но, если вы раскошелитесь, то можно как минимум заказать парктроник. Это будет задний парктроник, как в нашем тестовом автомобиле. А как максимум еще и заказать передний парктроник, и даже камеру заднего вида. Ну, и в любом случае, управляя таким автомобилем, вы должны понимать, что у вас за спиной находится еще 4 метра длины. Напомним, что для заправки тестовых машин мы выбрали сеть АЗС Украфта, реализующую в Киеве литовское топливо Орле. К тому же, теперь имеем возможность объективно сравнивать их расход и динамику, зная, что в баке топливо стабильного качества. За динамику в Space Tourer ответственен 2-литровый турбодизель мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 370 ньютона метров. Да-да, это именно тот дизель, который устанавливается в частности и на новый кроссовер Peugeot 3008. И кто смотрел наш недавний его тест, обязательно должен помнить. Только в нашем случае везет он чуть спокойнее. Все же сказывается разница в снаряженной массе. Space Tourer примерно на 200 кг тяжелее 3008-го и, опять же, сопротивление воздуха большего кузова. Должен отметить, что здесь чувствуется большая инерционность. То есть до момента выхода на пик крутящего момента, который находится на 2000 оборотах, вы будете ощущать некоторую замедленность в реакциях. Но как только пик достигается, дальше идет довольно напористый разгон. Ну и, опять же, Space Tourer не готов очень быстро реагировать на нажатие на педаль газа. То есть он должен немножко подумать, собраться с мыслями и тогда уже разгоняется. Ну и также отмечу, что поколение этого двигателя, точнее, двигатель этой серии устанавливался и на предыдущую генерацию модели, на Jumpy. Только там он был чуть слабее и выдавал в зависимости от модификации либо 136, либо 163 лошадиные силы. Шестиступенчатая гидромеханика работает плавно, но моменты смены передач все же иногда заметны. Хотя, конечно, такого разрыва потока мощности, как в обычном роботе, здесь нет. Автомат старается избегать и резких рывков. Так что бодрые старты с светофора – это не для него. Все же комфорт и плавность хода для пассажиров здесь поставлены выше удовлетворения гоночных амбиций водителя. Заботится об этом и полностью независимая подвеска. И, признаться честно, я был удивлен, когда узнал, что сзади здесь применена многорычажная схема. Это позволило французам избавиться от излишней тряски и жесткости. И по этим параметрам Space Tourer фактически сравнялся с легковым автомобилем. Ходовая здесь упругая, энергоемкая. И, в общем-то, все вот эти неровности наши отрабатывает весьма и весьма неплохо. Но все же лучше себя ведет на слегка пригруженном автомобиле. И, должен отметить, что все-таки полностью избавиться от, скажем так, бича минивэнов, от продольной раскачки здесь французам все-таки не удалось. Отмечу также, что здесь стоит специальная система Amvac, сохраняющая постоянную высоту автомобиля, независимо от нагрузки. Но давайте-ка с вами проверим его клиренс на незагруженной машине. Руль вроде бы как легковой, но только до момента парковочных маневров. Дальше будь готов его покрутить. От упора до упора здесь 3,7 оборота. Облегчает эту задачу даже не гидроусилитель, а хороший выворот колес. Улучшенная шумоизоляция на самом деле неплоха. Но после 120-130 км в час в салон начинает уверенно пробиваться шум набегающего ветра и звук работы дизеля. Ну и еще один специфичный момент, это опять же характерно для всех минивэнов, заключается он в том, что пассажиров сзади я слышу хорошо, а вот они меня не очень. И это фактически сводит на нет общения в дальние дороги. Что касается расхода, и мы уже подводим потихонечку итоги, то скажу вам, что загнать в обещанные 7 литров по городу Space Tourer можно. Но более реально цифры это 7,5-8 литров расхода. Именно столько у нас и получилось. Но отмечу, что даже этот показатель, он весьма неплох для минивэна с автоматической коробкой. Итак, Citroen Space Tourer оставил впечатление сугубо пассажирского минивэна с явной ориентацией на перевозку людей и только затем, в случае крайней необходимости, возможно, грузов. Здесь больше комфорта и больше возможностей оснастить эту машину опциями так, как вам это необходимо. Space Tourer может быть отличным компаньоном для бизнеса, если у компании есть потребность перевозить небольшие группки людей на короткие или же дальние расстояния. Может быть он и семейным автомобилем, но я бы сказал только в том случае, если семья у вас большая и вы, опять же, любите путешествовать. Но в любом случае неплохим аргументом послужит и цена, как для данного класса автомобиля, которая составляет 30-35 тысяч долларов. Она очень конкурентоспособна, особенно учитывая тот факт, что Space Tourer на данный момент является новинкой в классе. Ну а у нас на этом все. Мы прощаемся с вами до следующих тестов. Следите за нашими обновлениями на YouTube-канале, заходите на сайт в рубрику «Тест-драйвы». Удачи вам на дорогах и ни гвоздя ни жезла. Всем пока!